Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире программа «Якутск. Сегодня» мы выходим одновременно и на телевидении, и на канале радио Титим Сахарадиата. Режиссеры Марии Новгородова, режиссер Николай Слепцов, а сегодня у микрофона ведущий редактор Юрий Сергеев. Я приветствую всех телезрителей и радиослушателей, кто вместе сегодня с нами. В нашей сегодняшней передаче ждали и надеялись все мы, и особенно наши ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Якутск теперь носит почетное звание «Город трудовой доблести». 200-летие Якутской городской думы поговорим сегодня в нашей программе, а также поддержки военнослужащих и их семей на территории городского округа город Якутск. Затем в нашей телерадиопрограмме тема тоже актуальная «Безопасный лед». Подробнее об этом в наших последующих подключениях и в наших последующих блоках. Итак, городу Якутску присвоено название «Город трудовой доблести». Весть, конечно, обрадовала всех нас, якутян. Мы знаем, что город Алдан стал городом трудовой доблести. И вот это случилось. Это факт. И вот прокомментировать это вначале знаменательное событие я попрошу нашего первого участника телерадиопрограммы, исполняющего обязанностей председателя Якутской городской думы Евдокии Ивановны Евсикову. Здравствуйте, Евдокия Ивановна. Добрый день, Юрий Николаевич. Да, конечно, мы расспросим вас не только об этом радостном факте, да, но и по другим вопросам тоже поговорим, наверное, о деятельности городской думы в этом году, которой уже исполнилось 200 лет. Уважаемые телезрители и радиослушатели, вот ваши вопросы мы тоже очень внимательно выслушаем, если они будут сегодня у нас в эфире. Вот, они возникнут, если у вас в течение прямого эфира. Телефоны только напомню. 320066 и 321166. Ну что ж, мы начинаем нашу программу. Евдокия Ивановна, давайте начнемте с этого почетного звания, с указа президента России Владимира Путина. Вам слово. Спасибо, Юрий Николаевич. Действительно, 15 ноября этого года произошло замечательное событие, очень важное для истории нашего города, я думаю, для всех горожан, и, конечно, и для депутатов городской думы, для администрации города очень долгожданное событие, потому что, конечно, работа вот прежде, предварительная началась очень давно, и уже в 2020 году фактически, в общем-то, сделаны были основные шаги, которые стали вот результатом, мы увидели результат 15 ноября в указе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И я сначала очень хочу поздравить всех наших горожан с присвоением этого почетного звания, потому что я думаю, что это заслуга всех горожан, всех жителей нашего города, нашей столицы, и, конечно, в первую очередь наше старшее поколение. Это оценка заслуг тружеников тыла, детей войны. И вы знаете, я буквально вот сегодня встречалась с председателем нашей общественной организации «Дети войны» Зинаидой Дмитриевной Винокуровой. Мы как раз проговорили вот по этому присвоению вот этого почетного звания. Она подарила мне книгу, которая вышла уже седьмая книга об общественной организации «Дети войны», посвященная именно десятилетию этой общественной организации, поскольку вот в 22-м году исполняется 10 лет «Детям войны» в нашем городе, в нашей республике. И вы знаете, Зинаида Дмитриевна, она так радовалась, она такая счастливая была, потому что это действительно заслуга детей войны и тружеников тыла. Женщин, стариков, те, кто остались в годы войны жить в городе, в республике, в ожидании своих мужей, сыновей, которые приближали победу на фронте, а жители нашего вот города, ну будем говорить о наших горожанах, они ковали победу именно здесь, в тылу. И в 20-м году, тогда мэром города была Сардана Владимировна Авсентьева, к ней обратилась группа горожан, это были представители многие ассоциации, есть у нас такая ассоциация «Депутатская столица», куда входят депутаты Якутской городской думы и депутаты Государственного собрания Илтумен именно от города Якутска. И вы знаете, Сардана Владимировна, конечно, поддержала это предложение, затем, ну пошла вот такая вот работа, может быть, немножко, кажется, кому-то бумажная, но она тоже очень важная, да? Мы обсудили это на сессии Якутской городской думы, это предложение, обратились с письмом в адрес Государственного собрания Илтумен нашей республики, тогда председателем был Гоголев Петр Васильевич, и у нас сохранились мы буквально вчера, поднимали эти письма и смотрели, как здорово, что мы тоже внесли вклад в то, что вот приближали вот присвоение этого звания, да, этот день присвоения звания нашему городу. Обратились в адрес главы республики Асен Сергеевича Николаева, и, конечно, нас поддержали и депутаты Илтумена, и глава республики, была серьёзная работа в архивах страны, и вот действительно собраны были материалы, которых бы стало достаточно именно для присвоения почётного звания. Мы, конечно, в прошлом году, может быть, ждали вместе с Алданом, когда было народное голосование, в том числе жители нашего города голосовали за присвоение звания почётного звания города трудовой доблести, и за Алдан голосовали. Ну, может быть, немножко так было, наверное, радостно за Алдан, когда им призвоили, но обидно, как бы, ах, а мы Якутск вроде как не получили. Потому что я вот понимаю, что присвоение звания город трудовой доблести Якутску, столице республики, это оценка не только вклада жителей города, но, наверное, и жителей всей республики. Потому что Якутск — это столица республики, она, поэтому, конечно, олицетворяет, наверное, всю нашу республику. И это заслуга всех наших ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, детей войны всей нашей республики. Вчера вот я тоже созванивалась с председателем Совета ветеранов нашего города, с Требшой Николаем Александровичем, с Ириной Сергеевной. Ивановой — это председатель клуба «Ветеран». Она уже более 35 лет возглавляет клуб «Ветеран». И вы знаете, вот действительно счастливые люди и понимают, что вот как будто получили личную награду. Дело в том, что вот многие же сразу задают вопрос, ой, а мы действительно ли заслужили это звание, да, почётное звание? Конечно, заслужили. Заслужили своим трудом, и надо отдать должное нашему старшему поколению вот за этот огромный вклад. Я думаю, что у нас в России, наверное, таких городов, которые сегодня могут стать обладателями этого почётного звания, очень много. Очень много, конечно. И больших, и маленьких. И больших, и маленьких, Юрий Николаевич, да. Потому что во время Великой Отечественной войны все жили, наверное, под лозунгом, где бы они ни жили, близко от фронта, далеко от фронта. Главный был лозунг — это всё для фронта, всё для победы. И каждый житель, стар, млад, все жили вот этой идеей, идеей приближения победы. Поэтому, конечно, я очень рада, что именно наш город, мой родной город, стал обладателем этого почётного звания. Вы знаете, вот те условия, которые необходимо было выдержать, это присвоение, например, переходящих красных знамён предприятиям города. Это необходимо, чтобы были, скажем, благодарственные письма за подписью Иосифа Виссарионовича Сталина предприятиям города. Это нужно, чтобы работники, работницы предприятий получили тоже какие-то награды. Это действительно всё было, всё это было учтено. И вот город Якутск стал обладателем этого звания в числе 53 городов нашей России. А вообще это звание присуждается только с 2020 года, когда вышел указ президента нашей страны о учреждении этого почётного звания «Город трудовой доблести». И это здорово, тем более, что хочу сказать, что вот в юбилейный год, год 390-летия города Якутска и 200-летия Городской думы, в юбилейный год то, что город получил такую высокую награду, это замечательно. И столетие республики. И столетие республики, да. Это высокая оценка. И, конечно, огромное спасибо главе нашей республики Асену Сергеевичу Николаеву, потому что я представляю бумаги бумагами, и я понимаю, что очень много городов претендовали на получение этого звания. Но это и оценка работы нашего главы республики именно президентом нашей страны. И это, конечно, здорово. Тем более, вы знаете, в 1982 году наш город получил также за трудовые успехи, получил орден, был награждён орденом Трудового Красного Знамени. И я понимаю, что вот эта награда, вот это присвоение почётного звания и город трудовой доблести, это вот продолжение заслуг нашего города. Я думаю, что здесь также было учтено и, наверное, наличие вот перегоночной трассы Аляска-Сибирь. Конечно, и в этом году 80 лет исполнилось Алсибу. И на протяжении этой трассы, вот от Фэрбэнкса, город Фэрбэнкс Аляски до Красноярска, город Якутск, наш Якутск, столица, стала как раз вот центром и, наверное, ключевым вот таким вот городом вот в этой трассе. Именно через Якутию более 8 тысяч самолётов было, ну, вот по этой трассе прошли, да, чтобы дойти до Красноярска. И поэтому, конечно, это огромный вклад действительно в победу. И я думаю, что вот президент страны Владимир Владимирович Путин это всё учёл, и в такое непростое для страны время, это огромная заслуга нашего города и республики. Поэтому нашим ветеранам, участникам войны, ветеранам тыла, детям войны хочется сказать огромное спасибо, что вы у нас есть. Хочу сказать, что общественные организации ветеранские, они у нас, наверное, одни из самых активных общественных организаций. И фору дадут молодым, и я думаю, что нам, молодым, с них брать пример надо ещё многие годы. Вот просто хочется пожелать мира, здоровья нашим ветеранам, благополучия. И сказать, что ваш труд достойно оценён на уровне нашей страны. Ну что ж, мы поздравляем всех жителей города Якутска вот с этим событием в актах. Ну сейчас у нас скоро будет небольшая рекламная пауза, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы вновь вернёмся в нашу студию и продолжим передачу. У нас сегодня в гостях исполняющие обязанности председателя Якутской городской думы Евдокия Ивановна Евсикова. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели и телезрители. Ну что ж, уважаемые радиослушатели и телезрители, мы вновь в прямом эфире. Наши телефоны 32-00-66, 32-11-66. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните. У нас сегодня в студии исполняющий обязанности председателя Якутской городской думы Евдокия Ивановна Евського. Вот в первом блоке мы говорили как раз о присвоении почётного звания городу Якутску город трудовой доблести. Ну что ж, я думаю, что традиции это продолжаются. И сегодня, да, и сегодня тоже и горожане в том числе, и якутяне встали для того, чтобы оказать посильную помощь. Мы проявили единство, единение для того, чтобы помочь нашим военнослужащим, мобилизованным в зону специальной военной операции. Их семьям, которые тоже оказались сегодня рядом с нами, им нужна, конечно, помощь конкретная. Вот, Евдокия Ивановна, пожалуйста, об этом. Какая работа проводится? И вот вы, как депутат, как один из руководителей Якутской городской думы смотрите на эти вещи. Что конкретно сейчас делается? Юрий Николаевич, спасибо за вопрос. Я думаю, что он действительно очень важный и, наверное, очень связанный с первым нашим вопросом. Да, очень связанный. Да, сегодня, видите, история как-то немножко возвращается, да, на круги своя. Все у нас повторяется. И сегодня снова нашим ребятам, молодым ребятам, нашим мужчинам, нашим солдатам, снова пришлось встать на защиту интересов нашей страны. И это очень важно, что якутяне и горожане наши принимают активное участие и в специальной военной операции. Потому что действительно только все вместе мы можем защитить нашу страну. И сегодня, к сожалению, России приходится противостоять, наверное, всему западному миру. Снова противостоять терроризму, противостоять нацизму. И как бы ни было, как бы печально, но это так действительно. И, наверное, сегодня, вот вспоминая историю всей нашей страны, России ведь никогда не было просто. Всегда были люди, которые претендовали либо на ее земли, либо хотели как-то навредить России. И России всегда приходилось отстаивать интересы, очень долго терпеть, смотреть, может быть. И мы всегда помогали тем, кто нуждается в нашей помощи, поддержке. И вот такая помощь сегодня нужна была нашим близким людям, нашим братьям, которые жили на Украине. А сегодня это регионы Российской Федерации, потому что на протяжении 8 лет они просто находились в состоянии постоянного обстрела. Когда дети прятались в бомбоубежищах, не могли учиться нормально жить в мирном мире. Поэтому, конечно, Россия сегодня выполняет, наверное, великую миссию. Миссию защитников всего мира. И, может быть, это высокие слова кому-то покажутся, да? Но исторически это действительно так. И я думаю, что оценка этих событий, она будет дана много позже. И наши потомки очень правильно оценят, что вовремя наш президент принял решение о проведении специальной военной операции. И то, что в стране вот такая была поддержка, и в том числе нашими земляками, конечно, это здорово. И наша задача сегодня здесь, в мирной жизни находясь, но понимая, что наши ребята там, оказывать всяческую поддержку и нашим мобилизованным, нашим добровольцам, и, конечно, их семьям. Очень важно, чтобы семья каждого человека, который сегодня находится там, в зоне специальной военной операции, чувствовала эту поддержку, чтобы там ребята понимали, что у них на родине, что у них в семьях всё нормально. И если даже где-то будет трудно, будут люди, власти, которые их поддержат, им помогут. Поэтому организован у нас вот такой штаб и в республике, под руководством главы республики Асина Сергеевича Николаева, и в городе, под руководством главы города Евгения Николаевича Григорьева. И каждый, во-первых, проводятся заседания этих штабов, и каждое планёрное совещание, Евгений Николаевич, я так же сейчас, как исполняющий обязанности, принимаю участие в таких совещаниях, каждое планёрное совещание, поднимаются руководители структур, округов, пригородов и рассказывают, что сделано, какая помощь оказана. Мы на сессии Якутской городской думы также приняли ряд решений, чтобы оказать поддержку семьям, и действительно, чтобы эта помощь была такая вот действенная, чтобы эта помощь была реальная, а не просто на словах. Принято ряд решений об оказании... Ну, в республике, я думаю, уже все знают, что оказывается единовременная помощь в размере 200 тысяч рублей. В городе каждая семья получает 30 тысяч рублей. Затем освобождаются школьники в детских и дошкольных учреждениях от оплаты за детский сад. Школьники имеют бесплатное горячее питание, бесплатный проезд для школьников с 5 по 11 класс, детям из семьи, у кого кто-то из семьи ушёл. С 1 по 4 класс у нас для всех бесплатный проезд. Кроме этого, оказывается, помощь и продуктами. И по инициативе администрации города у нас когда-то мы создавали фонд «Победа». Сейчас он реформирован, и сейчас он работает как благотворительный фонд «Победа», куда собираются средства именно для поддержки семей военнослужащих или для приобретения каких-то вещей, необходимых нашим военнослужащим, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Ну и в том числе, конечно, и депутаты. Мы приняли в окружной администрации, в городской думе, перечисление однодневной заработной платы. Кто-то перечислил больше. И сегодня в этом фонде порядка 3,5 миллионов рублей уже буквально собрано за две недели. Кроме этого, мы в октябре месяц депутатами еще собирали средства на помощь тоже наших мобилизованных. И аппарат городской думы, и депутаты. Мы собрали сумму порядка 700 тысяч рублей. Это была такая серьезная сумма. Приобрели автомобиль. И председатель городской думы Альберт Николаевич Семенов вместе со своими коллегами вручил этот автомобиль. Они ездили буквально туда, в зону специальной военной операции. Этот автомобиль был передан нашему отряду Боутур, потому что действительно нужно это. Это нужно ребятам, это нужна поддержка. На спонсорские средства были приобретены квадрокоптеры, которые тоже помогают им сегодня сражаться, воевать. И я думаю, что очень важно, чтобы каждый, кто там сейчас находится, чтобы он знал, что его ждут, что его помнят, что его родные, близкие, его земляки рядом с ними всегда находятся. И здесь хочу опять, Юрий Николаевич, сказать о нашем старшем поколении. Вот только что мы говорили, какие они молодцы, и тогда они были молодыми, и во время Великой Отечественной войны это были дети, дети войны. А сегодня вот те дети войны, наши бабушки, они принимают участие в акциях, например, «Тепло бабушкиных рук». Они вяжут варежки, вяжут носки, шьют балаклавы, собирают тоже вот и сладкие подарки. И вот школа третьего возраста, волонтеры серебряные передали в штаб то, что было сделано своими руками для того, чтобы их внукам и уже правнукам там было, наверное, как-то вот теплее. Теплее даже не столько, может быть, вот, скажем, температурно, а тепло, это души, тепло души передаётся вот таким образом. И, конечно, это очень важно. Вчера я вот где-то читала пост в телеграм-канале, Айсен Сергеевич писал о том, что как важно, пусть это будут просто варежки, это не очень, может быть, что-то дорогое, но именно эти варежки кому-то помогут, кого-то спасут, кому-то передадут тепло, вот, материнское тепло, и это действительно очень важно. Вот как рассказывала тоже волонтер, тоже при встрече, да, с ней, она говорила, что вот эти тёплые носки, вязанные, да, тоже, и там, значит, в этих носках письмецо небольшое, треугольничек такой, и главное, говорят, такие конфеты шоколадные там, вот, понимаете, до того год это так вот. Это очень трогательно, да, и я думаю, что наши, с любовью, вот, Юрий Николаевич, это правильно, и наши ребята ведь это чувствуют, потому что это передаётся, да. Я сама вот, ну, видела, общалась с этими бабушками, видела, вот, сама не умею вязать, поэтому можем только вот, ну, как-то перечислять средства, чтобы действительно можно было что-то купить, и мы, вот, мы только от аппарата городской думы перечислили более ста тысяч рублей, это уже повторный такой наш вклад был, да. Я видела эти носки, они даже некоторые, вы знаете, связаны разными нитками цветными, то есть видно, может быть, там не везде там сочетание цветов, но видно, что человек, может быть, что-то распустил свой какой-то шарф, а связал вот носки солдату, и я думаю, что это здорово, потому что, вот, вы знаете, для нашей страны, наверное, для России вообще характерна вот такая помощь, и когда кому-то трудно, мы все вместе объединяемся, мы сплачиваемся, и, наверное, вот это действительно может быть хороший результат. Я сейчас вот вспомнила, мы, когда были школьниками, ведь, наверное, помнят вот многие люди уже из старшего поколения, да, когда мы то митинговали за поддержку Луиса Карвалана, то мы помогали Анжеле Дэвис, а не помочь нашим братьям, которые страдали на Украине, которые действительно погибали, когда не разрешали говорить на своем родном языке, это же было вот действительно страшно. И то, что Россия сегодня показывает пример всему миру, как нужно помогать своим родным и близким, как не бросать своих друзей в трудную минуту, я думаю, что это очень важно. И мы должны обязательно победить. Конечно, победа будет за нами. Победа будет за нами. В любом случае, потому что, как бы ни было трудно, мы, конечно, сейчас будем надеяться на это. Ну что ж, а вот что хотелось бы таки, Ивановна? Конечно, хотелось бы с вами поговорить, конечно, о депутатских заботах, работах. Но сегодня мы вот так посвятили нашу передачу этим двум событиям, да, очень важным событиям в истории и нашей страны, в истории нашего города. Поэтому это, наверное, самое главное, что сейчас нам необходимо, это вот теплота человеческих отношений, единения и поддержка друг друга, понимаете? Вот сейчас мы не должны как-то допускать эту разобщенность, наверное, какую-то, да? Вот, поэтому мы должны сегодня быть как один кулак, как сказал один человек, как один кулак, мощный. И только тогда мы будем действительно впереди. Когда мы едины, мы непобедимы. Непобедимы, да. Ну что ж, уважаемый телезритель и радиослушатели, мы на этом нашу первые два блока завершаем. Напомню, у нас сегодня в студии была исполняющая обязанности председателя Якуции Городской Думы, Евдокия Ивановна Евсикова. Хочется пожелать вам больших успехов в вашей работе, да. Вот поздравить вас с двухсотлетием со дня создания Городской Думы. Ну что ж, до скорой встречи в следующий раз. Вы, уважаемые, с удовольствием примем участие. Расскажем о работе депутатов Якуции Городской Думы. Уходим на рекламу. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, сегодня мы продолжаем нашу передачу «Якутск». Сегодня в студии у меня уже очередные собеседники. Это начальник управления ГО и ЧС окружной администрации города Якутска Николай Антонович Егоров. Здравствуйте. Добрый вечер. И старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель якутского отделения номер 2 центра ГИМС, управления МЧС России по республике, Александр Юрьевич Орлов. Здравствуйте. Вот. Ну, тема мы выбрали не случайно сегодня. Это безопасный лед. Вот. Ну, на улице ноябрь, и морозы крепчают, скажем так, изо дня в день. Но, тем не менее, переправляться, передвигаться через водоемы и реки небезопасно. Вот, наверное, вам слово, скорее всего, да? В первую очередь. Пожалуйста. Ну, уважаемые жители нашего города, скажем так, в этом году погода нас очень порадовала, даже, так сказать, побаловала, да? Да. Но, несмотря на это, все равно живем в Якутии. Холода наступили, и, соответственно, даже то, что теплая погода была, это создало очень массу больших вопросов по безопасности перехода льда, да? Озер, рек, территория города Якутийска очень такая обширная. Она показывает то, что очень много озер, и вообще расположено на берегу самой большой реки нашей, да? Реки Елена. И, соответственно, безопасность наших жителей, жителей города, наших гостей, это, скажем, вопрос очень серьезный. Сейчас, в связи с установлением таких твердых, низких температур, уже лед потолще стал, да? Люди начали пешком переходить озера, реки. Но, несмотря на это, опасность все равно существует. Это, во-первых, связано с тем, что лед образуется неравномерно. Во многих местах, где все-таки же в городе живем, да, и, соответственно, в некоторых местах движение воды есть, и лед может быть тонким. То есть... Да, тут незаметно даже, да? Под снегом, вроде бы, на первый взгляд. И, наверное, жители заметили, в этом году очень много установлено аншлагов, что переходить здесь нельзя, запрещено. Да, да, да. Вот это делается в целях безопасности наших жителей. Ну и, соответственно, вопрос к автомобилистам. Сейчас вот установлением низких температур вопрос очень большой ставится перед автомобилистом. Конечно, в первую очередь. Безопасности и безопасности их пассажиров. Также и самой техники. Ага. Александр Юрьевич, что добавите сказанному Николаю Антоновичу? Ну, конечно же, что сейчас как раз тот самый период, когда паровный переправ уже прекращает свои движения из-за тех же самых низких морозов. И у нас уже есть маленькие позывы о том, что люди пытаются переправляться на личных машинах по маршруту, там, как Гласса-Салтинцы, будь то, Хатаса-Полоск. Хочу сразу предупредить всех автолюбителей, что это крайне опасно. Опасно как для самого себя, так и для пассажиров и вашего личного автомобиля. Вы подобраете жизнь у себя. Ни в коем случае не стоит этого делать. Еще хочется отметить, что на таких маршрутах все равно будут устанавливаться стационарные пункты фиксации нарушений. Будут дежурить сотрудники административной комиссии совместного с ГИБДД. И даже там, если есть нерадивые водители, которые пытаются завешивать свои номера тряпочками, будут устанавливаться сотрудники ГИБДД и выписывать все равно административный штраф. Поэтому я категорически рекомендую воздержаться сейчас от любых поездок. Все равно есть еще маршруты, по которым можно перебираться безопасно. Надо им и пользоваться. Но никак не ездить на машине, потому что это крайне опасно. И несмотря на то, что перед вами проехала какая-нибудь легковая маша автомобиля, не стоит ехать за ним, потому что именно впереди идущий вас автомобиль может вызвать трещину, в которую потом попадете вы. Да, конечно. Вот на территории города Якутска, да, вот, Николай Антонович, люди обычно переправляются пешком, да, вот, скажем, до Павловска, да, вот это я раньше тоже замечали, вот как раз в этот период начинается, мол, идет уже сал потолще, ночью уже, конечно, холодает за 30, под 40 градусов, ниже нуля, да, Николай Антонович, все-таки вот, ведь это же тоже рискованно все-таки пешком, и тем более переходят люди иногда и семьями, по-моему, даже. Да, конечно, люди переходят, да, но распоряжением окружной администрации издан месячник, о, месячнике безопасности. Объявлен месячник, да. Да, и в соответствии с которым мы проводим рейдовые мероприятия. Так, например, вот, ага. Да, в селях профилактики, как сказал мой коллега, да, это и участвует и административная комиссия, и многие профильные министерства и структурные подразделения города, да, эта межведомственная работа проводится в селях безопасности. Проведено порядка 10 рейдовых мероприятий и более 200 профилактических... Уже нарушения есть, да? Да, нарушения, конечно, есть. И самая главная наша задача в том, что мы проводим профилактику среди населения. Это не только раздача листовок, да, о том, что предупреждающих и правила поведения, если человек попадет в воду, да, ну, и, соответственно, введен нашим подрастающим поколением работу. Вот, кстати говоря, вот детские, да, вот дети в любом случае, конечно, вот когда вот каникул у нас вроде бы уже позади, да, было тепло, и много очень детей играло вот на водоемах, да, там, ну, может, сейчас так активно не играют в хоккей, но, тем не менее, дети всегда выбегают на водоемы, да, вот здесь поэтому тоже надо быть очень внимательным, наверное, родителям прежде всего. Ну, пропаганда найдется в первую очередь как раз и на детское возрастающее поколение, потому что родители, как зачастую показывает практика, не всегда должны, ну, подводят внимание своему ребенку, поэтому у нас, начиная профилактические мероприятия, идут как начиная от самых детских садов, кончая высшими учебными заведениями, то есть на каждом этапе развития ребенка в каждой школе, да, проводит проведена лекция, там, как сотрудниками генской, ВДД или административной комиссии, главами округов и так далее, и специальные даже часы, отведенные на это время. А, специальное время отводится, да? Да, конечно. Вот в городе Якутске, вот, Николай Антонович, какие вот озера, скажем так, ну, вызывают опасения все-таки, вот, Сайсары, например, да, вот его сейчас пока, по-моему, я там тропинок еще пока не вижу, чтобы люди переходили на ту сторону, скажем так. Нет, тропинки уже есть. Уже есть, да? Да, альяншлаги, соответствующие, были выставлены заранее, да, ну, и все равно вот есть тропинки и переходят, да, и во многих, вот, озера ДСК начали проезжать на машине, сейчас проводится работа, чтобы вообще перекрыть данные проезда, где особо опасно, да? Да, и эта работа идет, скажем так, все места выявляются рейдовыми мероприятиями. Да, 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 да. Вот на прошлых выходных, например, очень много было выписано штрафов автомобилистам. Тут останавливаясь на штрафах, это... Да, несколько слов об этом, ага. Да, скажем так, штраф для граждан начинается от 3 тысяч до 5, да? А должностных лист от 20 тысяч до 50. Ну, это при первом нарушении или все-таки... Это, ну, вообще нарушение. Вообще нарушение, да? Да, и, соответственно, должностное лицо, если принимает решение кого-то направить, вот, неустановленный проезд или переход, то он уже несет ответственность. Конечно. Также на юридических листах, тут уже от 100 тысяч до... Там, да. Да, вот если человек решит направить в данное время командировку своего сотрудника с автомобилем, это уже от штрафа, от 100 тысяч до миллиона рублей. Поэтому обращаюсь к руководителям предприятий, учреждений, в целом, находящихся на нашей территории, и хотелось бы предупредить о ответственности. Да, вот, кстати говоря, вот недавно тоже были такие факты, а вот лошади, да, вот наш у нас очень же много в городе лошадей иногда, да, проваливается тоже под лед, скажем так, когда в первый месяц это так и было, по-моему, да, Александр Георгиевич? Это, да, это по большей части, скорее всего. А здесь хозяев надо тоже быть повнимательнее и как-то смотреть, наверное. Да, 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 потому что... Бесхозных лошадей у нас в городе очень много. Очень много, да, бесхозных. Это проблема, получается, она не только в течение, ну, в пределы города и берется штанная, берется вообще по всему, по всей республике, что как таковой заботы, ну, как мы видим, как граждане, за лошадьми нет, если он свободно гуляет по центру города, ну, о чем можно говорить, конечно, это вот, в первую очередь, тем хозяйством, которое содержит скот, это надо следить за ним, гдеть его, и особенно в тот самый период, когда только-только идет образование на воде, чтобы, не дай бог, не было таких случаев, когда погибает скот, это все-таки... Да, случаи здесь, по-моему, даже в районах тоже есть. Ну, и сейчас, конечно, рыбакам, наверное, тоже надо быть осторожнее. Все-таки есть там любители, которые все-таки вот на мормышку там хотят посидеть немножечко, там где-нибудь, да, выходной день, сидят, наверное, так вот. Эти сидят. Здесь, наверное, надо быть, наверное, тоже быть осторожным, да? Люди, про которых мы говорим, которые самые первые на льду, на него наступают, и самые первые, кто с ним сходят, это вот наши рыбаки. Это рыбаки, да? Вот у нас, тем более, вот здесь вот по реке Лени, вот, начиная вот в пригороде, да, города Якутска, особенно какие-то факты тоже мы замечаем. А, Николай Анатонович, ну, что еще можете сказать, вот, то есть сегодня, обращаясь к нашим телезрителям и радиослушателям, вот в связи с такой обстановкой? Ну, хотелось бы сказать, что это не обстановка, да, а вообще это наша жизнь все-таки, да, и наши природные условия, в которых мы живем, и надо соблюдать правила, чтобы не только себя обезопасить, и только своих родных и близких, потому что предмещать детей к правилам, как вообще переходить, ну, и, соответственно, соблюдать их, чтобы обезопасить себя, да, от этого, скажем так, зависит многое. Да, конечно. Санкт-Петербург, что добавить это вы? То же самое, что, да, в первую очередь это безопасность, и имейте в виду, что, как вот правильно сказали, что мы с этим живем ежегодно, это не какое-то нововведение, что вот сейчас, сегодня не заездить, именно в этот период будут штрафовать, нет, это было всегда, просто сейчас с каждым годом идет более сильный надзор, более сильная актуализация за людьми, чтобы предотвратить любую гибель, именно поэтому у нас все больше и больше идет акцент на это, и нас кажется все время больше, люди начинают об этом говорить, и это, наверное, даже хорошо, что люди об этом говорят, люди начинают этого маленько побаиваться, но это не надо боиться, просто не надо нарушать, тогда все будет хорошо. Беспокоит информация, которая должна поступать вот нашим, да, телезрителям и радиослушателям, вот на СМС обычно на телефоны поступают информации, в общем-то, но они должны быть почаще, наверное, все-таки напоминать об этом, быть осторожностью вот на льду. Да, это будет и продолжено. Ага, надо продолжать, конечно. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, ну на этом наша сегодняшняя передача «Икут» сегодня подошла к концу. Я хочу сказать, что наши гости, вот сегодняшняя, и вот Евдокия Ивановна Евсикова была, всем спасибо за участие в передаче. Вел программу редактор Юрий Сергеев, до свидания, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова